Настоящей проблемой для жителей ряда домов по Санкт-Петербургскому шоссе и улице Хромова стал пешеходный переход, а точнее его отсутствие. Гражданам приходится рисковать жизнью и переходить на противоположную сторону улицы по проезжей части. Ведь до ближайшей зебры придется делать приличный крюк, что вызывает сложности для мам с колясками и жителей старшего возраста. Но и этот путь не самый негладкий, причем в прямом смысле. Почему взвесив все за и против, граждане предпочитают перебегать дорогу в опасном месте, а не по законному пешеходному переходу? По следам жителей многоквартирных домов по улице Хромова и Санкт-Петербургскому шоссе прошлась Валерия Королева. Жители многоэтажек по Санкт-Петербургскому шоссе от магазина и остановки отделяют примерно метров сто. Однако поход за хлебом похож на настоящий квест. Здесь два пути, один через пешеходный переход, но в этом случае придется сделать приличный крюк. Второй короткий, но опасный. Народная тропа вела через дорогу с интенсивным движением, через железнодорожные рельсы и через прореху в ограждении. Выбор пал в пользу последнего. Но на днях проход заварили. Случилось ЧП, сбили пешехода. Не освещен, нет знаков, ничего, ни разметки. Посылают на тот переход, на дальний. А там вообще, если зимой, то это переход Суворова через Альпы. Как пояснили нашему телеканалу, службе корпоративных коммуникаций РЖД, данные работы были выполнены по предписанию транспортной прокуратуры в целях обеспечения безопасности прохожих. Металлическая конструкция для пешеходов помоложе особых помех не создала, но для граждан старшего возраста стало препятствием. Поэтому они, рискуя жизнью и покупками, обходят преграду прямо по дороге. Вот вчера я с окна смотрю, у меня окно на ту сторону выходит. И бабушка идет под шлагбамом. Это сколько смертей будет. И водители будут страдать. Между тем, сотрудники госавтоинспекции каждую неделю выезжают в рейды и выявляют пешеходов-нарушителей. Если экстремал попадает в поле зрения инспекторов, то ему придется заплатить штраф 500 рублей. Но и это граждан не останавливает на пути к цивилизации. А почему именно здесь? А потому что здесь такой народ, сколько проживает. Посмотрите, здесь на остановку идем, в магазин идем. И на остановку рядом. Это самая ближайшая и единственная законная зебра находится в нескольких сотнях метров. Для людей старшего возраста даже такие расстояния порой трудно преодолимы. Впрочем, и безопасность этого перехода вызывает вопросы. Мамочки с колясками идут. В гору обледеневшую не влезть. С палочками пожилым людям не пройти. И все равно там приходится обходить не по переходу, потому что зебры там не видно. Летом сетуют граждане на месте разметки. Образовывается огромная лужа. Приходится обходить за несколько метров. А зимой тропинка напоминает американские горки. Вот шла отсюда с сумками в руках. Нога на камень встала, подвернулась. Я летела вот так вперед. Меня молодежь подхватила. Кто пакет, кто меня. Вообще ужас один. А где ты летишь? Смотри, как я тут спалю. Ты не знаешь, как улезть? Давай. Пешеходный переход на улице Хромова оборудован в рамках ремонта дорог в 2019 году по программе «Безопасные и качественные автодороги». Место выбрано согласно ГОСТам. А здесь главная безопасность, а не удобство. В том числе снижение риска аварийности. А ДТП на месте, где пролегает народная тропа, явление регулярное. Одно произошло на глазах съемочной группы. Как признаются граждане, они и рады бы не рисковать. Да не получается, что через проезжую часть бежать, что через обледенелую насыпь, где вроде бы оборудована зебра. Одинаковая вероятность оказаться в очереди в трампункт. Жители только негодуют. Неужели нельзя сделать, чтобы было и безопасно, и удобно?